здравствуйте друзья в этом видеоуроке по системе управления умным домом home assistant мы с вами затронем такую важную тему как онлайн уведомления а в качестве платформы рассмотрим популярный messenger telegram кроме того чтобы получать сообщение от умного дома я расскажу как можно отправлять команды ему что дает возможность управлять home assistant из любой точки мира также напомню что все команды шаблоны и ссылки которые вы увидите в этом уроке доступны в виде текста ссылки на файлы ищите в описании начнем создание telegram бота через который будет вести сообщение сервером умного дома для этого нам нужен специальный бот telegram который называется бот фазер команда new bot запускает мастер создания на протяжении которого нужно ответить на пару простых вопросов первый из них имя для вашего бота имя можно придумать любое в том числе с использованием кириллицы она будет отображаться в списке контактов я назвал бота самый умный дом тут следует добавить что если вы используете несколько инстанцев home assistant боту каждого должен быть свой собственный следующий вопрос техническое название бота в отличие от имени название должно быть уникальным на латинице без пробелов вместо них используйте подчеркивание и в конце содержать слово бот после этого ваш бот будет создан сообщение создание бота вы получите его уникальный ключ который следует хранить в тайне он позволяет управлять этим ботом копируем техническое название бота и вставляем в окно поиска telegram добавив вначале значок от собачку переходим в окно счета сновь созданным ботом и видим внизу кнопку запустить эта кнопка генерирует команду старт которую кстати можно ввести и вручную следующий бот называется иди бот он позволит получить идентификатор пользователя чтобы бот знал кому отправлять и от кого принимать сообщение каждый пользователь имеет свой уникальный идентификатор и все кого необходимо подключить боту управления должны знать свой собственный айди настал черед home assistant это учебный сервер работающий уже более 100 дней запускаю файл идитор меня интересует главный конфиг configuration яму объявляем раздел в котором на платформе пулинг нужно прописать параметры созданного бота ipi ключ полученный при создании и перечислить айди всех пользователей которые будут иметь к нему доступ для безопасности все ключи я переношу файл secret яму вместо них конфиге я оставляю лишь ссылку выделяю копирую строку от имени ссылки и до конца вставляем это файле secret ямл поставив после имени двоеточие аналогично поступаю с айди пользователей они будут храниться secret яму а в конфигурации будут храниться только ссылки далее объявляем раздел на тифай котором для каждого пользователя которому будут отправляться сообщения нужно создать свою запись имя любое это название новой сущности раздела на тифай платформа telegram и иди пользователя которую можно использовать ту же ссылку на секрет что и в разделе telegram bot для удобства все дальнейшие настройки я буду делать в одном файле пакаджа про пакаджи рассказывал в уроке номер 10 часть 1 создаю в папке пакаджи новый файл я назвал его telegram открываем пакадж созданием проверочного скрипта который будет отправлять текстовое сообщение на сущность домена на тифай скрипт будет отправлять сообщение состоящие из текста и статуса одного из сенсоров для примера сенсора времени еще раз адресат это сущность домена на тифай с названием которое объявлено в configuration яму теперь самое время проверить конфигурацию если все хорошо перезагрузить инстанс для применения всех сделанных изменений после загрузки проверяем работу скрипта уведомлений для удобства я вывел его через low lace результат сразу сообщение от бота в таком виде в котором оно было задано в скрипте все работает как задумано давайте теперь создадим несколько полезных информационных сенсоров они нам пригодятся для получения данных о состоянии инстанса объявляем в пакадже раздел сенсоров для этих сенсоров применяется платформа шаблонов первый сенсор будет выводить количество светильников которые имеют статус unavailable то есть недоступна сначала идет имя сенсора далее его имя для интерфейса привязка к сенсору времени для ежеминутного обновления и вычисляемый шаблон всю конструкцию проверяем в редакторе шаблона моем случае в системе имеется 8 сущностей light со статусом недоступны шаблон работает следующим образом он формирует список сущностей заданного домена с указанным статусом в этом случае она вайлабу и считая длину этого списка корректность работы легко проверить меню состояния аналогично делаем сенсор для количества недоступных сущностей домена switch затем сенсоров бинарных сенсоров так можно повторить для любого домена который используется вашей системе для применения проверяем конфигурацию если нигде нет ошибок перезагружаем инстанс после перезагрузки выводим вновь созданные сенсоры в love lace такие значения как у меня на самом деле совершенно ненормальный для рабочих инстансов но в моем случае это учебный сервер и тут очень много мертвых душ еще со времен использования шлюзов сяоми датчики с которых я перевел на юсб-зик без стик но для этого урока она и к лучшему так будет показательней возвращаемся в наш пакаж и делаем скрипт отправки состояния инстанса структура скрипта аналогично предыдущему кроме самого сообщения которое будет состоять из 6 строк со смайликами текстом и статусом сенсоров давайте проверим работу скрипта после разберемся с тем как сообщение оставлять смайлики добавим скрипт в интерфейс через карточку love lace и проверяем сообщение вместо кодов получаем смайлики которые оживляют текст сообщения давайте вернемся в пакать и разберемся с кодами смайликов они отправляются в формате юникод и найти таблицы соответствия можно в сети одну из ссылок и оставлю в файле описания давайте проверим заменим код одного символа на другой теперь первый символ сообщения изменился на значок ванной думаю что суть работы со значками понятно из этого примера перейдем к автоматизации начнем с уведомления запуске инстанса триггером для него будет служить события старт платформы хом асистом сразу же после него отправляется сообщение о том что сервер запущен однако отчета состояние сущностей сразу отправлять не стоит так как многие из них еще будут находиться в состоянии недоступна поэтому сценарии задана задержка в одну минуту и 10 секунд чтобы состояние сенсоров обновляемый раз в минуту успела обновиться и только после этого запустится уже созданный нами скрипт о состоянии сущности эту автоматизацию мы проверим чуть позже после перезагрузки а пока сделаем еще одну которая будет слушать команды отправляемые пользователем боту триггером будет служить платформа событий которая обрабатывает команду полученную telegram ботом данном случае команда report начало команд со слыша действием будет запуск скрипта с отчетом о состоянии системы копируем команду в буфер обмена и перезапускаем автоматизации телеграме отправляем боту эту команду на что незамедлительно следует ответ в виде отчета о статусе системы давайте сделаем еще одну похожую автоматизацию скажем отправку команды для включения светильника по слову light действием будет включение люстры сразу же сделаем автоматизацию обратной связи она будет следить за статусом этого светильника и при его включении будет слать уведомление с тем временем когда он был включен перезагружаем автоматизации проверяем работу первая автоматизация обрабатывает команду и включает люстру вторая отслеживает ее фактический статус и присылает уведомление включений давайте теперь проверим автоматизацию о запуске и состоянии instance для этого нам нужно его перезагрузить как только instance запустится мы получаем уведомление об этом а через минуту и 10 секунд приходит второе сообщение о текущем состоянии сущности следующая автоматизация будет создавать в чате telegram бота кнопки с доступными командами триггером автоматизации будет команда старт действием отправка сообщения команд с дополнительным параметром клавиатуры которая будет рисовать две кнопки с ранее описанными нами командами перезагружаем автоматизации проверяем для двух команд кнопки имеют совершенно конский размер но практика показывает что двумя командами управление сервером умного дома не ограничивается давайте добавим еще пару рядов с кнопками и сделаем их не по 2 а например по три кнопки перезагружаем автоматизации проверяем клавиатура осталось того же размера но теперь с большим количеством кнопок нет необходимости помните писать вручную все команды просто нажимаем на нужную кнопку а вот примеры сообщений моем реальном чат-боте используемом для управления умным домом ситуации отрабатываются самые разные от аварийных до предупреждений информационных сообщений на этом первый урок мы будем с вами заканчивать думаю что информации для первичного разбора достаточно следующих уроках мы с вами рассмотрим работу камер и отправку в telegram картинок и видео фрагментов на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал напоминаю что все интересные новости а также ссылки и распродажи по тематике умного дома вы можете найти в моем telegram канале ссылку ищите в описании до свидания до новых встреч удачи удачи